Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Амазин Хролиплей Первый сервер. Мы не Кирилл Путбуль. Итак, друзья, как думал по превью, там по названию видоса, вы уже поняли, что сегодня будет. Сегодня будет оффроуд на Ниссан ГТР. Да, знаю, сейчас напишите, ой, отписка диск, ну, удачи тебе, чувак, чё я тебе могу сказать. Давайте напишем ему, удачи. Напишем ему удачи и всё. Я не понимаю, к чему это написалось, если он мне ни хрена не писал. Бурел. Да, с таким отношением, чуваки, он ещё хочет, что я ему отвечал. Я просто в АФК был и включал бандикам. Поэтому вот такие вот дела. Нихера себе я его продают с номерами А3-5. Эм, да. Короче, сегодня у нас будет оффроуд, да, некоторые напишут, да, это машины для оффроуда, ты чё, дурак, или так далее. Ну, думаю, эти комментарии все знают. Но в жизни всякое бывает, как и в игре. Поэтому мы сейчас посмотрим, как наш ГТР справится с бездорожьем. Не дорожье, бездорожье, вроде то же самое. Поэтому сейчас мы его поедем по нашей дороге, по какой мы тестировали Майбах. Так, блядь, мажоры на монстрах катаются. Сейчас быстренько прокатимся. Ну, честно, я, по-моему, по песку на нём ездил, он очень хреново едет. Прям очень хреново. Но сейчас мы посмотрим, так ли это. По-моему, где-то дорога была, либо я её проехал. Не, я не проехал, вот эта дорога. Думаю, отсюда и начнём. Тестировали нашего ГТРа. Ну, чё-то мне подсказывает, что он как-то хреново едет. Хотя, вроде, может быть и нет. Ну, сейчас посмотрим, как он пройдёт. Нашу трассу бездорожья, куда я гоняю всем машины. Ну, вроде бы, пока что нормально едет, на удивление. Кстати, у него очень прикольная подвеска. Какая может заехать там на ступеньки и так далее. При этом не повредит машину. Ну, не всегда, конечно, такое бывает, но... Возможно, в нём заехать там, в какой-то дом, на вокзал, без повреждений по ступенькам. Давайте здесь аккуратненько проедем и... Ну, не, нормально проехали. Кстати, довольно неплохо проехали мы в этом месте. Так, думаю, впереди там смысла нету и ехать. Поэтому можно его и в воду сейчас засадить, попробовать. Давайте я вырублю чат, потому что он нам нахрен не нужен. Я так думаю. Поэтому вот сюда движим. Потихонечку. И давайте проедем. Вот сюда. Если он сейчас застянет, то будет, конечно, полное Ж. Нитра у него даже нету сейчас. Прикольно. Походу, мы сели. Да, конечно, машина не для этого делалась. Давай, малышка, ты можешь. Хотя бы выйди назад. Я понимаю, ноу. Ну же. Блин. Надо какой-то скриншотик сделать. Типа такого. Вот с такого ракурса тоже можно. Ну, кстати, он сейчас заведенный. Но, сука, не едет. Он сразу глохнет. Да, встрялай, конечно. Че делать? Вот че делать, ёпта? Не успели мы даже чуть-чуть проехать, и он застрял. В воде. Так, ну сейчас что-то попробуем с ним сделать. Ну, сука, заведись. Давайте пробуем толкнуть. И обратно садимся в него. Чтобы он не пропал. Никакого хрена, че, сейчас не заводишься. О, пошла, пошла. Давай, малышка. Да, конечно, с водой я, конечно, загнал, согласен. Блин, теперь с тачки нельзя выходить, если она застрянет. Потому что она пропадёт. Ну, вот этот бак с водой, думаю, все его знают, в принципе. То, что машина пропадает. Блин, когда же у нас делают оффроуд-трассу какую-то для тачек? Было бы, я думаю, прикольно. Потому что саму придумывать себе задание как-то не очень прикольно. Я вам так скажу. Вообще не прикольно. Так, поехали, наверное, вон туда. И сюда сейчас проедем как раз же. Ну, вроде, блин, справляется вроде бы неплохо. Ну, в жизни, думаю, он бы так не ехал. Я бы уже, наверное, себе всю подвеску расшиб. И себе так ехал по бездорожью. На GTR. Со скоростью 100 км. Да, именно. Так бы и всё и было. Так, там у нас лаги дикие. Ну, это лагающая, это, блин, как их... Блять, деревня. Жутко лагающая. Ну, это в самой корне игры она лагающая. Поэтому это нормально. Куда бы ещё её засадить, блин? Прям не знаю. Куда её можно ещё засадить? Ну, кроме воды её некуда засадить. Пока что. Ну, сейчас мы что-то найдём. По-любому. И с вас обязательно лукасы, пацаны, за такую идейку. Думаю, многие интересно. Ну, хотя многим, немногим. Проедили GTR или нет. Всё-таки 7 лямов стоит, как бы. Хотя я Майбах тестировал за 7 лямов. Ой, за 15 миллионов и он в воду проехал. И GTR не смог. Странно, да? Очень странно. Ну, здесь он тоже спокойно проезжает. Вообще без проблем. Без каких-либо проблем. На спокой... Ну, спокойно, короче, едет. Я BMW, кстати, на оффроуд не тестировал. Напишите. Тестировать BMW тоже на оффроуде. Ну, и давайте 50 лукасов наберём хотя бы под этим видосом. Если вам нравятся такие идейки. Такс, аккуратненько, малышка. Стой, стой, стой. Блин. Из колеи выехала. Так, как там? По-моему, сюда надо свернуть. Так, продолжаем наш путь. На GTR. Ну, да, он спокойно здесь проезжает. Я не знаю, где ещё есть какое-то бездорожье. Он на трамплинах уже в меня прыгал. И что только он не делал. И всё равно, блин. Проезжает, проезжает. Где у нас ещё есть такое бездорожье прям хорошее? Я даже не знаю. Там, по-моему, такого ничего нет. Ну, давайте сейчас там прямо есть дорога тоже там. Плохая дорога. Посмотрим, может, там он не проедет. Ну, я знаю, что это машина для этого. Но, проверь же, надо. А вдруг будет чемпионат по оффроуду. У меня против... Ну, на серии будет там чемпионат какой-то по оффроуду. А у меня, кроме GTR, ничего не будет. Так что... Ну, конечно, я хуйню сморозил. Ну, ладно. Чемпионат по оффроуду. Да. Амазинг пока что до такого не додумается, я думаю. Блин, когда же тут район заселят? Кстати, уже пора, я думаю, заселить райончик-то. Потому что он пусту-то же где-то в месяц, если не больше. Не, ну тут понты вообще. Там дальше есть такая дорожка неплохая. Где, возможно, наш GTR застрянет. Но как-то трудно вериться. Очень трудно вериться даже. А мне хуй делать. У оленей? Или как их там? А ну-ка, я хочу посмотреть. Ку-ку, ёпта. Эйп. Нормально. Не поймаю, зачем они тут стоят. Наверное, работу хотя какую-то сделать. Или охоту, типа, или чё. Но что-то непонятно. Они тут уже... Когда они? С первого мая, по-моему... Не, с девятого мая они здесь стоят. Уже больше недели они здесь, короче, стоят. Эти олени. И говорили, где-то медведи есть. Но я их, честно говоря, не видел. Медведей только вот этих олени видел. А медведей я ещё не видел. Поэтому хз. Чё они будут делать. Ну, скорее бы уже какие-то обновы. Потому что... Как-то скучновато становится играть на сервере. Да у меня ведь идея для видосов реально заканчивается уже. Я уже не знаю, что снимать. Просто уже, не знаю, уже почти 400 серий снял. И идеи уже пропадают. Пропадают. Так. Ну, поехали в ту сторону, короче. Ну, блин. Нормально вроде он едет, кстати. Да. Неплохо. Для GTR вполне сойдёт. Даже очень хорошо едет. Для GTR. Даже, по-моему, ландкрут же так едет, как едет GTR по бездорожью. Ну, крузак. Давайте ещё сюда свернём. Посмотрим, чё у нас здесь. Я на такой скорости вообще ни хер делать. Хотел мотюкнуться, но ладно. Ни хер делать вообще. Олень ещё там один был. Ну, да, походу, решили какую-то работу делать с оленями этими. Такс. Аккуратненько. Выезжаем. Ещё олени. Везде эти олени. На дорогах тоже иногда ездят олени. Ну, вы поняли, о чём я говорю. Так. Куда бы нам проехать? Давайте попробуем через рельсы проехать. Ну, я думаю, сейчас мы себе бампер расхерячим. Причём так неплохо. Такс. Та ёптун. Хопа. Вообще спокойно просто проехали. Нехер делать прям. Как два пальца об асфальт. Хотел сказать обоссать. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас было опасно, конечно. Дерево сейчас... В лобовое столкновение с деревом сейчас нам вообще ни к чему. Ну да, едет нормально, в принципе. Ещё так бодро на неё можно ехать по такому бездорожью. Прям ещё притопить, но... Думаю, в лесу не стоит это делать. Ну, да, видели, что могло только что произойти. Но, слава богу, ничего не произошло. Блин, ещё столько веток ни хрена не видно. Когда валишь на ГТЛ. Вот сейчас повезло, что там дерева только что не было. Сейчас бы так врезался. Что-то я, блядь, мини-карту вырубил. Вообще не выкупаю, где я еду. А, ну сейчас мы должны выехать возле поворота в Бусаево. Как поворачивать? Да. Сто пудово. Так, тихо, тихо, тихо. Фух. Где-то яма должна быть. И где-то она вот здесь, да. Ух ты, ёптель. Не, ну, в принципе, ГТР очень хорошо справился со своей задачей. Я думал... Блин, почему я постоянно думаю, что мои тачки не справятся с этим, но... Всё довольно даже хорошо. Всё довольно даже хорошо. Ну, в принципе, думаю, вы поняли, что на ГТРе можно гонять по бездорожью. В этом был и смысл видео всего. Можно на нём ездить или нет? Потому что, как бы, распирать тачку на бездорожью тоже как-то не хочется. Или застрять там. Ну, на нём можно только по бездорожью ездить. А именно по... Там, в воде, где глубоко. Он вообще не проедет. Как вы сами могли заметить. Он вообще не проезжает в тех местах. Поэтому... На нём можно только по суху ездить. По суху. Есть такое слово? Ну, наверное, есть. Если я его сказал, значит, оно есть. Ну, да. Только по суху можно на нём ездить. Так. По такому хорошему даже бездорожью он проезжает спокойно. Да. Вообще, что деньгая проезжает. Не жалею, кстати, что я ГТР взял. Очень хорошая машина. Очень хорошая. Уже на нём почти накатал 3000 км. Пока что на нём езжу больше, чем на BMW. Хорошая машина. Хорошая. Если вы собираетесь там выбирать между Феррари, Бенкли, ГТР и что там ещё есть. Ну, ладно. Феррари, Бенкли, ГТР, то... Берите или ГТР, или Бенкли, короче. Потому что в Феррари полнейший шлак, Бенкли очень понтовая и тоже хорошая и быстрая в управлении. Ну и ГТР тоже... В принципе, ГТР и Бенкли одинаковые. Только у Бенкли чуть-чуть разом побыстрее. А так они одинаковые. Ну, на этом, думаю, всё. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Участвуйте в конкурсе. Кстати, ссылочка будет в описании. И всем пока. Ждите новых серий. Субтитры сделал DimaTorzok